Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. С вечерней сводкой новостей за 17 июля 2023 года. Главная новость сегодняшнего дня случилась еще ночью, приблизительно в 3 часа 10 минут ночи, когда были подорваны пролеты так называемого Крымского или Керченского моста. Версии оккупантов относительно того, что произошло, разнились. Сначала они заявили о том, что в мост якобы попали крылатые ракеты, а уже позднее появилась версия с надводными дронами. Причем и здесь оккупанты назвали несколько версий, собственно говоря, случившегося. Тем временем мировая пресса пишет об очередном поражении и позоре лично для Владимира Путина, поскольку Крымский или Керченский мост является главной транспортной артерией, и, самое главное, безопасной, относительно безопасной для снабжения российской группировки войск, находящихся на оккупированных территориях юга Украины. Путин обещает ответные меры, дал поручение Министерству обороны Российской Федерации подготовить должный ответ. А президент Турции Реджеп Таип Ирдоган сожалеет в связи с решением Кремля отменить действие так называемой зерновой сделки и уже пообещал пообщаться с Путиным. Ну и еще одна приятная новость сегодняшнего дня. Самолет Су-25 военно-космических сил РФ потерпел крушение в Азовском море. Пилот при катакультировании получил травмы, несовместимые с жизнью. Одним словом, поговорим сегодня обо всех новостях, но новость сегодня, собственно говоря, одна. Итак, источники украинских СМИ заявили о том, что Крымский мост был атакован надводными дронами ВСУ. Также со ссылкой на анонимные источники в украинской разведке сообщаются о том, что это была совместная операция Службы безопасности Украины и военно-морских сил. Эту информацию сообщили источники издания РБК Украина и Украинская правда в Службе безопасности Украины. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать, заявил один из источников РБК Украина. Ранее СБУ разместило в своем телеграм-канале несколько измененную строчку из украинской колыбельной. А ранее вечером 16 июля командующий скопотными войсками Украины генерал Александр Сырский также разместил двузначный твит, где предупредил, что россиян ждет колыбельная. Тем временем с самого утра российские говлятеры начали заявлять о том, что это теракт, за которым стоит украинская армия и украинские спецслужбы. Об этом заявил в частности так называемый глава Крымского парламента Владимир Константинов и говлятер Крыма Сергей Аксенов. Однако и они не смогли скрыть паники, которая охватила их. Россия сегодня была вынуждена полностью прекратить сообщение автотранспортное через Крымский мост. Также не работала паромная переправа. Единственное, что функционировало, это железнодорожный перегон через Крымский мост, по которому продолжали идти поезда. Весь автомобильный трафик был направлен через север полуострова, через Армянск. И мы видим, как миллиардные бюджеты, которые тратились на российские спецслужбы и на охрану Крымского моста. Напомню, его охраняет целая отдельная бригада, специальная бригада Росгвардии, подразделения российского спецназа, отдельный дивизион ПВО для этого создана, пограничная служба ФСБ, огромное количество шпиков, которые работают на Крымском мосту, в том числе через путешествующих туда российских туристов. И все это совершенно не сработало. По наиболее заслуживающей доверии версии, в данном случае, скорее всего, сработали надводные дроны. Именно они и привели к подрыву. В самой нижней части сообщается о том, что это 145-я от Краснодарского края опора моста. Сама она якобы не пострадала, эту информацию сообщили представители российских оккупационных властей. Но, тем не менее, был выбран пролет, где расстояние между автомобильным полотном и водой было минимальной, для того, чтобы сила взрыва сработала, в данном случае, наиболее эффективно. Источник Главного управления разведки, который пообщался с представителями издания «Медуза», говорил на условиях анонимности, подтвердил информацию о том, что это была совместная операция СБУ и ВМС Украины. При атаке на мост применялись, по его данным, такие же надводные дроны, как те применялись по Севастополю 3 месяца тому назад. У российских военных, как отмечают эксперты, нет никакого оборудования для того, чтобы обнаруживать надводные дроны, на защитном расстоянии, поэтому россияне увидели надводные беспилотники в непосредственной близости от моста, когда расстрелять их было уже невозможно. Кстати, на видео перед взрывом отчетливо слышны пулеметные очереди, то есть они действительно пытались их расстрелять. Наблюдатели в ночное время пытались с помощью стрелкового оружия крупнокалиберного пулеметов поразить дроны, но не смогли, сообщил источник украинской военной разведки. У моста была повреждена одна из опор, эта информация противоречит официальной российской версии, ее сообщают также представители военной разведки Украины. В Минтрансферах заявляли об имеющемся повреждении дорожного полотна. Независимых подтверждений этому не существует. В случае повреждения оккупанты заявляют, что можно положить новый пролет, однако уже позже, ближе к вечеру, появилась информация о том, что движение по автомобильной части Крымского моста может быть восстановлено не ранее, чем к осени, то есть не ранее, чем через полтора месяца. Российские Z-каналы начали распространить информацию о том, что взрыв на Крымском мосту мог быть совершен при помощи британского подводного автономного робота, называется он Remus 600, с дополнительным грузом взрывчатки. Сообщается по версии российских Z-пабликов о том, что пока украинские беспилотники гидроциклы, по виду они напоминают обычные водные скутеры, я думаю вы их видели, либо катались, ну представляете как они выглядят, то есть пока украинские гидроциклы отвлекали российских военных, в это время дроны Remus, которые могут погружаться на глубину до полутора километров, заряда аккумулятора им хватает на 70 часов, скорость составляет до 2,3 метра в секунду, ударили по опорам этого моста. Сообщается, что это настолько современные подводные аппараты, что ими можно управлять с ноутбука, с увеличенной грузоподъемностью они преодолевают расстояние свыше 500 километров. Также телеграм-канал оккупантов сообщает, что робота могли запустить с какого-либо гражданского судна в акватории Черного моря. Независимой, еще раз повторю информации, подтверждения этому нет. Ближе к вечеру Максар распространил свежие спутниковые снимки поврежденного Керченского моста. На нем отчетливо видно, что один из пролетов моста действительно поврежден. Он не упал в воду, но он проломился. И как бы они утверждали, что все это несерьезно, еще раз повторю, они сами посчитали, оккупанты, что ремонт этот займет достаточно продолжительное время, как минимум до начала осени. Как сообщил об этом офицер ВМС Украины в прошлом, ныне эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко, он пообщался с журналистами Радио НВ. Он заявил о том, что Крымский мост, по всей видимости, был действительно атакован надводными дронами, по его версии. Заявил о том, что они запускались не с острова Змеиный, поскольку там россиянам легко наносить удары, а, скорее всего, были применены с нашего побережья. И он сообщает о том, что это расстояние составляет приблизительно 540 миль. То есть это, кстати, не противоречит информации об использовании вот этих самых подводных дронов Рэмус-600 британского производства. Он сообщает о том, что главная проблема противника заключается в том, что у них нет средств дальнего обнаружения, поскольку нет технических средств, они могут достигнуть практически вплотную подойти. И это раскрывает огромные возможности для украинских атак не только инфраструктурных объектов, но и военных кораблей под российским георгиевским флагом. Путин уже пообещал ответ за Крымский мост. Он заявил о том, что Россия отомстит. Вот, тем не менее, он сказал, что ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение. Если это так выглядит заявление о ответке, то я тогда, испанский летчик, извините. Прозвучало достаточно вяло, не агрессивное заявление. Ну и неудивительно, что самая большая резонансная новость, это даже не путинская угроза ответа, а то, что Дмитрий Песков заявил о том, что будет прекращено действие зерновой сделки, где Россия является одним из участниц. Родиган уже пообещал позвонить Путину по телефону и все решить. Ну, а есть еще такой вариант, как использовать натовские или те же самые турецкие конвои, даже без согласия России. Мне бы очень хотелось посмотреть на то, как Путин даст приказ нанести удар по кораблям турецкого ВМС. Ну, вы понимаете, что этого приказа отдано, безусловно, не будет. Тем временем, мировая пресса просто глумится над очередным позором России. Ну вот, в частности, Нью-Йорк Таймс напомнила о том, насколько критически важен Крымский или Кетчинский мост для российских вооруженных сил и называют ее главной артерией, которую российские военные используют для поддержки своих войск на юге Украины. Издание Guardian пишет о том, что Крымский мост являлся ненавистным символом российской оккупации Крыма и оно напоминает, что единственный альтернативный ему путь снабжения Крыма через разрушенный Мариуполь является более длинным маршрутом, более сложным маршрутом для транспорта и более легкой целью для украинской армии. CNN назвала Крымский мост физическим воплощением цели Владимира Путина захватить Украину и навсегда привязать ее к России. Телеканал также подтверждается, ссылка на свои источники в СБУ, что ночная атака была совместной операцией Службы безопасности Украины и военно-морских сил. BBC пишет о том, что сегодняшняя атака на Кетчинский мост, учитывая его расположение, стратегическое значение означает, что он станет объектом нового удара. Ну и самое печальное для русских, то что они направили трафик весь через север Крыма, через Женкой. Там образовались уже многокилометровые многочасовые пробки, которые не рассасываются. Они из-за этого вынуждены были отменить комендантский час на оккупированных территориях, но поскольку, понятно, движение будет и днем, и ночью, теперь отменяется комендантский час, значит, упрощается работа. Опять же, хаос все это мостит, упрощается работа для диверсионной группы украинской армии на Запорожской и Херсонской областях, что способствует как раз-таки проведению наступательных операций. То есть в тылу у противника теперь будет дикое количество транспорта, хаотично, по десятке тысяч идти сейчас машин, которые проконтролировать полностью нельзя, это упрощает работу для украинских ДРГ, безусловно, создает риски дополнительно для оккупантов, не говоря о том, что теперь все военные грузы также пойдут через вот этот более длинный маршрут, идущий через Джанкой, армянский далее, а там везде достает украинская артиллерия. Да, оккупанты будут пытаться прятать военные грузы среди гражданских, они хотят, чтобы в случае нанесения удара обязательно погибли гражданские, обвинить при этом украинскую армию, но на самом деле для высокоточного украинского оружия никаких препятствий нет. Ну и самое главное, ведь предупреждали вас, говорило же Министерство обороны Украины, предупреждал Генеральный штаб, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке гориллы, в Африке кто там, да, и страшные крокодилы. Одним словом, не надо ездить в украинский Крым, поскольку там ведутся боевые действия. Крым давно уже стал зоной боевых действий. Сейчас украинское оружие, крылатые ракеты, Storm Shadow, Scalp уже достигают любых объектов, включая и Крымский мост, в том числе, на территории оккупированного Крыма. Не ездите туда, как парочка, которая приехала с Белорусской области, и они сегодня стали жертвой этого подрыва. Ребенок их выжил, правда, но они несут полную ответственность за свою жизнь и безопасность. Не надо ездить в Крым, ни по Крымскому мосту, ни по так называемому сухопутному мосту, поскольку вы подвергаете собственную жизнь огромной опасности. Нечего вам делать. Крым это не место для отдыха россиян. Забудьте о нем. Он уже спокойным не будет до момента его полного освобождения украинской армии, которая несется. Несется освобождение. Это освобождение обязательно будет. Об этом, кстати, рассказал недавно в интервью Вошингтон пост главком Валерий Залужный. Я это подробно разбирал в одном из минувших выпусков. Спасибо, друзья, за просмотр этого видео. Обязательно подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте трансляцию, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там больше, друзья, оперативной информации. Берегите себя. Спокойной, тихой ночи. Слава ЗСУ, слава генералу Валерию Залужному, слава Украине. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok